Всем добрый день! Снова между волонтерскими делами я для вас записываю видео про ситуацию у нас. Вот хотелось сказать в городе Харькове, но на самом деле у нас сегодня все внимание приковано к Киеву, поскольку Киев с утра обстреливался с дронов, да, я не знаю, как Герань-2, дроны Камикадзе, дроны Шахиды. В общем-то, были прилеты по Киеву, и я вот на свои слова буду накладывать видео, фотографии, которые я обнаружила в общественных пабликах, да, вот то, что уже было опубликовано. Вот, поэтому все внимание приковано к Киеву. Но вот почему у меня образовалось окно, да, такое между волонтерскими делами? У нас в Харькове по неизвестной пока причине становилось и метро, и весь наземный общественный транспорт. Поэтому я пока не могу добраться до базы, и у меня сегодня грандиозные были планы, мне нужно было столько распределить лекарств по области, но я, к сожалению, не могу туда добраться. Вам же огромнейшее спасибо, поскольку я пропала как бы на неделю, последнее видео у меня было из Одессы, но я там крутилась просто как белка в колесе по гуманитарным вопросам, плюс у меня вот эта переаклиматизация, конечно, и голова моя требовала гильотины, в общем-то, некогда было просто-напросто записывать видео. Вам же огромнейшее спасибо, очень многие люди мне написали на электронную почту с вопросом, где я, что случилось, куда я пропала, все ли в порядке. Правда, все в порядке, но у нас сейчас очень много запросов на детскую одежду, и вот мы поехали в Одессу, там решали этот вопрос. То есть, смотрите, из Харьковской области привезли в Харьков детей из тех посеков, из тех деревень, но люди эвакуировались, детей отдельно просто отправили, да, там, где разрушены дома максимально, и дети вот просто, опять-таки, без зимней одежды. У нас такие сейчас запросы. В Одессе мы собрали, вот сейчас мы по почте отправили, да, получим всю эту детскую одежду, в Харькове сейчас нам должны передать, и я надеюсь, мы этих деток максимально оденем. То есть, если на маленьких детей было проще найти, то на детей и подростков, ну, это достаточно сложно. Вот, поэтому мы заняты были всеми этими проблемами, но не переживайте, со мной, правда, все в порядке, все хорошо. И спасибо вам не только за то, что вы вот волнуетесь морально, да, несмотря на то, что не выкладывала видео, от вас шла материальная поддержка, все донаты, напомню, да, и спонсорские деньги я направляю на волонтерство, на помощь харьковчанам. И мы приехали в субботу, вчера уже, в воскресенье, мы с утра запряглись, накупились продуктов питания, накупились ургентных лекарств, нам позвонили соцработники, люди, которым мы отказать не можем, и обеспечили несколько человек лекарственными препаратами. История жизни. Два дня назад мне написала наша соцработник, для подопечных которой мы с первых дней войны закупали лекарства. Был такой момент. И очень попросила, очень-очень попросила купить лекарства для одной бабушки. Вот, чтобы вы понимали, она мне написала, пенсия у этой бабушки 2,700, ну, бабушка с диабетом и прочее. Вот ее только курс лечения, ее только курс лечения обошелся нам в 2,700, почти 2,800, но аптека нам взяла скидку, да, 5%. 2,506 или 2,560 я заплатила только за лекарства для этой бабушки. Сопутствующие материалы как-то, шприцы, спирт, пинты, а у нее трофические язвы, системы. Это мы, вот, ранее у нас куплено, мы просто делимся. Итого, если на вскидку сказать, вот, на 5 дней лечения этому человеку пожилому, да, обойдется где-то, ну, в 3 тысячи гривен, вот, в 3 тысячи гривен, при пенсии в 2,700, просто. И несмотря на то, что у нас, вот, реально с финансами сейчас скруто-скрутно, но отказать, ну, когда соцработник плачет и просит нас, да, помогите ее подопечной, потому что нереально вот это все купить, мы как бы не могли отказать, но, в общем-то, вот это реалии нашей жизни. И мы вчера, вот, целый день просто-напросто были на развозе. Это наш инвалид без ноги, наши барышни, которых я не показывала, да, с проблемами с суставами. В общем-то, ну, просто целый день. И сегодня должны были ехать, но вот стоит общественный транспорт, я добраться не могу. Надеюсь, что все будет в порядке, тогда поедем уже завтра развозить по деткам. Кстати, еще раз хочу сказать огромнейшее спасибо тем, кто вот не может, скажем, там, морально как-то и материально помочь, ну, морально всегда помогает, да, и отправили нам несколько посылок со сладостями. Вот у нас завтра детский день, мы будем развозить и продукты питания, и в том числе мы будем развозить сладости детям. Они так этого ждут, вот, вот, не знаю, наверное, такая потребность. Так что мы-то крутимся, как белка в колесе, но по ситуации, снова-таки, в городе Харькове вкратце, да, я уже проговорила, на сегодняшний день у нас стоит метро. Да, в некоторых районах так нет и света. У нас проблемы сейчас с водой. Вот лично в моем доме вода течет тонкой стройкой, думаю, на верхний этаж она просто-напросто не доходит. Наверное, это связано с тем, что где-то все-таки, да, отсутствует электричество. И еще раз напомню, да, скажу, точнее проговорю, что непонятно какая причина. То есть, вроде как бы прилетов у нас не было, но стоит метро, стоит общественный транспорт, проблемы в некоторых районах с электричеством и проблемы у нас в некоторых районах, в районах с водой. Вот, насколько все это затянется, опять-таки, непонятно. Ну, а в целом город у нас живет. Вот я на свои слова накладываю вчерашнее видео с развозки, да. А обычно у нас в выходные дни очень многолюдно было. Люди куда-то ездили, особенно в центре, да, погода была прекрасная. Раньше ходили в парки. Сейчас один городской парк полностью закрыт. Я имею в виду парк имени Горького, Белочка наш, да. Другой парк, он немноголюден, пустоват, несмотря на то, что там даже работают кафешки. В общем-то, люди сейчас и экономят деньги, да, экономят, как бы, средства к существованию. Ну, и в то же самое время люди опасаются. Поэтому выходные дни, в отличие от прошлых годов, очень немноголюдно. Вот, в центры лишний раз люди стараются не выезжать, даже если там, ну, какие-то у них рабочие моменты. Вот, в будние дни можно увидеть людей, можно увидеть машину, а просто так, вот, в воскресные, выходные дни, чтобы люди приехали, нет. Ну, и, к сожалению, очень многие магазины, кафешки, которые раньше люди посещали, они закрыты. Что, вот, как бы, люди на что жалуются, да, это, опять-таки, нам точно сказали, что у нас не будет уличного освещения. Я вот тоже в прошлых видео уже так порадовалась, что вот-вот нам должны включить уличное освещение, но уже сказали, что его просто-напросто не будет. И, конечно, сейчас темнеет рано, выходишь, что называется, выколи глаз, то есть, с освещением беда. А беда, конечно, для многих людей с продуктами, потому что ценник вырос, и еще большая беда – это лекарственные препараты. Вот почему мы не могли отказаться с работникам. И очень многие люди, к сожалению, не могут себе позволить потратиться так, поэтому и просят, и ищут где-то помощи. Вот, ну, а в целом город, конечно, живет, пытается работать по возможности, вот, ну, все-все то же самое. Безработица, ничего нового не открывается, соответственно, никакие там, многие фирмы просто-напросто уходят из города вообще, да, переезжая в другие регионы. Поэтому сказать, что прям что-то суперпозитивное я как бы не могу. Единственное, что радует, конечно, это погода относительно теплая, да, потому что отопления у нас на сегодняшний момент до сих пор нет. Пока нет, я надеюсь, да. Слава Богу, есть горячая вода. Вот, ну, и все, конечно, вот, 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 лишь бы было электричество, лишь бы было электричество. Потому что люди переживают, не дай Бог, очередной блокаут, это и холод, и голод, и отсутствие элементарных удобств воды. В общем-то, никто не хочет такого. Я же вам желаю мирного неба над головой. Берегите себя, берегите своих близких, цените каждый миг. Будьте здоровы. И вам еще раз огромнейшее спасибо за вашу поддержку у нас, как моральную, так и материальную. Без вашей помощи мы бы точно не смогли помогать харьковчанам. Берегите себя, будьте здоровы.